Артикли Здравствуйте! Сегодня мы с вами разберем одну из базовых тем в немецком языке – артикли. Зачем же нужны артикли? Они отвечают за род, число, падеж, а также за определенность и неопределенность существительного. Артикли бывают двух видов – определенные и неопределенные. В прошлый раз мы рассказывали об определенном артикле. Сегодня мы расскажем о неопределенном артикле, его склонении и случаях употребления. Неопределенные артикли, так же как и определенные, могут быть в единственном числе мужского, женского или среднего рода. В мужском роде неопределенные артикли ein, например, ein Hund – собака. В женском роде – eine, eine Maus – мышь. И в среднем роде, как и в мужском – ein, например, ein Loch – дыра. Внимание! Неопределенные артикли никогда не употребляются во множественном числе. Разберем случаи, когда употребляется неопределенный артикль. Ситуация 1. Предмет называется впервые. Es war ein Mann ein König. Жил-добыl один какой-то король. Заметьте, что при вторичном упоминании лица или предмета уже используется определенный артикль. Ситуация 2. Если лицо или предмет неизвестно слушающему, читающему, или речь идет о любом лице или предмете, или безразлично, о ком или о чем идет речь. Ein Student betritt den Raum. Student входит в помещение. Ein Brötchen kostet etwa ein Euro. Булочка стоит приблизительно один евро. Ситуация 3. Одно существительное определяет другое существительное. Der Elefant ist ein Rüsseltier. Слон – животное отряда хоботных. Ситуация 4. Перед существительным стоит прилагательное. Sie ist eine gute Studentin. Она хорошая студентка. Ситуация 5. После глаголов. Haben, brauchen. И обороты. Es gibt. Ich habe einen Hund und eine Katze. У меня есть собака и кошка. Du brauchst ein Heft und einen Bleistift. Тебе нужна тетрадь и карандаш. Hier gibt es einen Stuhl und einen Tisch. Здесь есть стол и стул. Ситуация 6. В сравнениях. Dein Freund sieht wie ein glücklicher Hippie aus. Твой друг выглядит, как счастливый Hippie. При склонении неопределенные артикли имеют те же окончания, что и определенные артикли, и отвечают на те же падежные вопросы. Возьмем слово мужского рода ein Hund, собака. В именительном падеже это артикль ein. Вопросительные слова wer, кто и was, что. Ein Hund. Ein Hund läuft. Какая-то собака бежит. В родительном падеже уже будет eines. Вопросительные слова wer, чьи, чья, чьё, чьи. Ein Hund. Обратите внимание, у существительных мужского и среднего рода в родительном падеже появляется окончание. Es. Das Bellen eines Hundes. Leisabake. В дательном падеже einem. Вопросительные слова wem, кому, чьему и wo, где. Einem Hund. Ich gebe einem Hund einen Knochen. Я даю какой-то собаке кость. И в винительном падеже einen. Вопросительные слова wem, кого, was, что и wohin, куда. Einen Hund. Ich will einen Hund. Я хочу собаку. Теперь рассмотрим склонение среднего рода единственного числа. Возьмем слово среднего рода ein Mädchen, девочка. В немецком языке слово девочка действительно является средним родом. Вам надо это просто запомнить. В именительном падеже это артикль ein. Вопросительные слова wer, кто и was, что. Что? Ein Mädchen. Ein Mädchen läuft. Какая-то девочка бежит. В родительном падеже уже будет eines. Вопросительные слова. Wessen. Чьи, чья, чьё, чьи. Eines Mädchens. Еще раз обратите внимание, у существительных мужского и среднего рода в родительном падеже появляется окончание. Es. Das schrein eines Mädchens. Рыдание девочки. В дательном падеже. Einem. Вопросительные слова. Wem. Кому, чьему. Wo. Где. Einem Mädchen. Ich spreche mit einem Mädchen. Я говорю с какой-то девочкой. И в винительном падеже, как и в именительном. Ein. Вопросительные слова. Wen. Кого. Was. Что. И. Wohin. Куда. Ein Mädchen. Diese schuhe sind für ein Mädchen. Это туфли для девочки. И последним мы разберем женский род. Возьмем слово женского рода. Eine Frau. Женщина. В именительном падеже. Eine. Вопросительные слова. Wer. Кто. И. Was. Что. Eine Frau. Eine Frau. Löfft. Какая-то женщина бежит. В родительном падеже уже будет. Eine. Вопросительные слова. Wessen. Чьи, чья, чьё, чьи. Eine Frau. Wir sehen die Silhouette. Eine Frau. Мы видим силуэт какой-то женщины. Артикль в дательном и родительном падежах совпадает. Eine. Вопросительные слова. Wem. Кому, чему. И. Wo. Где. Eine Frau. Die Liebe zu. Eine Frau. Любовь к женщине. В винительном падеже. Eine. Вопросительные слова. Wem. Кого. Was. Что. И. Wo hin. Куда. Eine Frau. Ich kenne eine Frau aus England. Я знаю одну женщину из Англии. Напомню еще раз, что во множественном числе неопределенный артикль не употребляется. Чтобы удобнее было запоминать, мы свели все склонения в одну табличку. Обязательно запомните ее. Последним разделом в теме артиклей является нулевой артикль. То есть это случаи, когда мы не употребляем артикль вообще. Рассмотрим основные ситуации. Случай один. Артикль опускается перед именами людей или перед существительными определениями, которым выступают имена собственные. Ich sehe Klaus jeden Tag an der Uni. Я вижу Klaus каждый день в университете. Annas Schwester Therese studiert medizin. Сестра Анны Therese изучает медицину. Ситуация 2. Перед неисчисляемыми существительными и существительными отражающими чувства, материалы, вещества. Если эти существительные не конкретизированы определениями. Ich brauche Geld. Мне нужны деньги. Но. Ich brauche das Geld für die Kinder. Мне нужны деньги на детей. Er hat Hunger. Он голоден. Но. Er hat einen riesigen Hunger. У него зверский голод. Ситуация 3. Перед существительными, называющими города и страны среднего рода, если перед существительным нет относящихся к нему определений. Перед названием многих регионов. Ich fliege nach Berlin. Я lechue в Берлин. Ситуация 4. В конструкциях, называющих род занятий, профессию или национальность лица. Конструкции типа «Я являюсь по профессии национальности». Ich bin student. Я студент. Ситуация 5. Во многих фразеологических выражениях и устойчивых словосочетаниях. Schritt für Schritt. Шаг за шагом. Nach Hause gehen. Идти домой. Guten Nacht. Спокойной ночи. Ситуация 6. В названиях газет, журналов, произведений, заголовков, объявлений. Mitwollung in Berlin. Съемная квартира в Берлине. Рубрика. Таким образом, за два урока мы разобрали тему артикль в немецком языке, рассмотрели случай употребления или неупотребления артиклей, их склонения. Вследствие до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok